Усадить корни в подготовленную лунку, присыпать плодородным чернозёмом и утоптать землю – всё это даёт хороший старт для роста новых деревьев. Такую несложную, но важную процедуру выполнили самарские полицейские, высадив 15 каштанов в честь сотрудников правоохранительных органов, которые защищали родину от фашистских захватчиков. Для нас важно почтить память погибших воинов, героев, защитников нашего Родины, Отечества. Эта акция носит большой вклад в целом в воспитание патриотизма сотрудников и граждан России. Высадка новых деревьев состоялась в рамках всероссийской акции «Лес Победы», которую проводит экологическое общественное движение «Зелёная Россия» совместно с Российским Союзом Ветеранов. В Самаре экологопатриотическое мероприятие прошло при поддержке администрации города. Оно организовано в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая будет праздноваться в следующем году. Это несёт не только экологическую пользу для городов, восполняя лесные фонды, но и патриотическую, ведь некоторые деревья становятся именными. У них устанавливают таблички, где можно будет узнать историю героев войны. Это наша история, и мы должны её передавать, передавать новому поколению, передавать людям, но и сами не забывать об этом, потому что память наша о наших предках, она всё-таки должна быть вечной. У нас и дети участвуют, и подростки участвуют, конечно, приобщаем. Сейчас необходимо прививать патриотизм детям и подросткам. Высадили деревья в саду памяти, который появился в Самаре в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на улице Арена-2018. Сейчас на участке более 900 деревьев. Сосны, рябины, липы, каштаны, ясени, берёзы. За всеми ними ухаживают специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Данное насаждение у нас, посадочный материал, это с Алексеевского питомника МП «Зеленхоза», муниципального предприятия. Каждый год тут идёт полив, покос травы, ухаживаются деревья. Соответственно, у нас и приживаем здесь практически уже 100%. Очертания лесопосадки напоминают крыло самолёта Л-2, который выпускали в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны. Новые саженцы обрамляют основную композицию, продолжая рисунок одной из важнейших боевых машин прошлого века. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.